здравствуйте товарищ меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп сейчас реагирую на песню новую песню можно сказать пак чимина участник группе т.с. песня называется like crazy я пропустил предыдущую песню пак чимина которая называется set me free part 2 часть 2 как-то руки не дошли может дойдут может нет еще не знаю в тех комментариях меня очень много про это просили это собственно говоря дебютный альбом чимина чимин это вообще дико известный участник и я всех остальные сольники более-менее реагировал поэтому наверное логично отреагировать и на эту вещь в общем да вот был предрелизный трек хотя это заглавка на самом деле set me free и тут вот второй сингл это like crazy про чемина пару слов буквально человек родился в 19-м году достаточно молодой товарищ весьма как принципе все почти из bts он bts является главным танцором ведущим вокалистом если ничего не путаю у него его песни которые он соль на исполнял в рамках собственно говоря bts чудовищно популярна этом какие-то даже рекорды ставили и он в общем-то свою карьеру опять же начал ровно 2013-м когда в bts устроился сначала в 2013 прошел прослушивание битит причем по настоянию по совету своего учителя который его учил современному танцу contemporary редпол называется да прости господи такой сценический танец современный вот в общем да он прошел прослушивание дебютировал bts и получается у нас 10 лет он дебютировал сольно сейчас все парни пошли в дебюты не только в дебюты это в принципе пожалуй логично что еще про него можно сказать да наверное все смысл особо это родился он в городе пусан много многим известный по некоторым фильмам а да что привело к его к написанию этого альбома к выпуску альбом в принципе сам песни периодически писал противоспи тексты преимущественно эту песню конкретно он писал тексты вместе с еще товарищами а за музыку отвечал пидок который принципе любите есть пишет большую часть вещей соответственно он во время пандемии у него был какой-то период такой неуверенности в себе неуверенности в себе как артисте и т.д. и т.п. но его парни по bts поддержали и в итоге вот он как с ними общался переживал переживал и решил все-таки свой альбом записать не соответственно записывал записывал пожалуйста 24 марта он выпустил ну а соответственно set me free по ту он выпустил 17 марта ладно хватит болтать давайте я отреагирую на эту песню не знаю что получится не знаю хорошо плохо лирика не лирика это дтп но интересно как минимум это будет правильно правильно перед началом реакции попрошу вас поставить лайк этому видео и скажу спасибо большое огромное людям кто меня поддерживают на boost x и товарищей писать комментариях пожалуйста отреагируйте или просто отреагируйте на такую такую-то песню просто так бесполезно я на это не обращаю особого внимания потому что физически не могу на все отреагировать физически не могу поэтому либо boost и вот люди на сбусти меня могут просить мне могут всякое заказывать либо прямая ссылка в описании на тинькофф и так далее тому подобное по другому никак вот что мне захочется то я отреагирую когда у меня руки дойдут когда у меня освободится время тогда я отреагирую иначе иначе никак так что хотите чтобы я отреагировал быстро срочно на что-то вот только таким образом не надо писать в комментариях особенно когда я например где-то в ролике пишу не знаю какую-то пишу пост с конкретным вопросом прибегая человек говорит отреагируйте на свет мифри порту чимина ну блин ну это как-то даже неуважительно если честно я выкладываю какую-то реакцию условно говоря на чемху прибегает человек и вместо здрасте спасибо до свидания классная реакция или реакция хрень или там чемха офигенная сразу пишут реагируйте на пак чимина ну блин это бред это неуважение мне кажется к не только ко мне а еще к артистам на которых я реагирую какое отношение чемха имеет чимину серьезно так что не надо пожалуйста так делать я не знаю как это еще понять не нанести вроде и так ясно но вот вот не надо так делать я знаю я такой единственный ко всем реакционерам прибегают комментарии говорят реагирую на это абсолютно плевав на то что происходит конкретной реакции имеет ли это отношение я понимаю если например отреагирую сейчас на лайк крэйзи и люди напишут отреагируйте еще на свет мифри порту имеет смысл абсолютно реагирую на bts пишут отреагируйте на чимина и т.д. и т.п. но вот так это нехорошо на мой взгляд пока ничего страшного конечно такого но неприятно немножечко ладно благодарю людей которые поддерживают на бусте в особенности шуру или просина горш и ногури что ж давайте 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 лайк крэйзи 321 поехали ушми это заставка бихита еще подумал что что-то мне не хватает а это кстати текст из фильма чимина очень важный ваш мягкий довольно высокий вокал и ставим даже слегка похоже на женский обилие синтов меня пререщает конечно но по этому клипу видно его некоторая потерянность которую он выражает в принципе это синтвейв причем вполне себе нормальный который местами мягкий местами чуть-чуть чуть-чуть более агрессивно чуть-чуть так больно штабов через интересный сет который просто раздвигается что-то подобное видео в рекламе от депо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Те песни BTS, которые мне не сильно нравились Которые были такие Пандемия, все плохо Давай другу поднимать настроение Параллельно грустить Которые мне не заходили соответственно И которые мне люди писали Но это парни показывают Что-то не показывают В общем мне бы гораздо больше зашли песни Типа вот этой Потому что она вызывает какую-то Легкую конечно меланхолию Но при этом Позитивное настроение одновременно Она атмосферная Давайте еще раз послушаем Я не был уверен, что я буду слушать Ара-Раз Поначалу Но теперь понял, что все-таки да, стоит На фоне диалог Дженнифер Лоуренс и Антона Ельчина Из фильма Like Crazy То есть название в принципе взято оттуда Очевидно Там не очень сюжет имеет отношение Наверное к липу Я даже думаю никакого И в принципе к песне Там про парня девушку Парень из Штатов Девушка из Англии Она приезжает в Штаты Она там мучится Знакомится, не влюбляется Потом ее депортируют За нарушение каких-то условий Студенческой визы, по-моему И у них начинается отношение на расстоянии Где они там периодически Другими людьми зачем встречаются Я так и не понял Я кино не смотрел Они вроде в итоге объединяются Но как-то так не уверенно Не уверенно В общем фильм, я так понимаю Не сильно веселый Кто видел, напишите в комментариях Так ли это И насколько он имеет отношение к клипу Потому что я не могу идти Все отсылки отследить Да, боюсь, что все исчезнет Просто поверь мне Говорит нам Чимин Да, вот начали опять же с гитары Здесь такой прям бас Задающий атмосферу Эта песня легко могла стать Какой-нибудь балладой Скучной Но нет Всегда хорошо Когда вступают мягкие ударные И врубаются синты По полной программе Такие обволакивающие Еще с такими Слышали, да? На фоне Перелив Синтолив Тут он веселится Яростно На какой-то тусовке Я боюсь Прости, что льется из туалета Да, такой типичный для Синтвейва проигрыш Приятный Хороший сегмент Где нет никакого вокала Где только музыка Где только проигрыш Где только синты Ударные Тарелки Судя по всему Вот здесь Как будто бы Эта композиция Становит чуть более агрессивная Чем она была до этого Но не настолько Что прям совсем Синтолив Много бокала на разных слоях И самого Чимина И еще самого Чимина И еще немножко Другого Чимина Да, здесь опять гитарка вступает Это концовка или Ридж, напомните По-моему, концовка А, вот опять же Это продолжение диалога Изначально В чем смысл? Руки, слава богу Какой-то грязи измазаны А не в том, что ли Лосте из туалета Господи, там кошка бесится Я не знаю, видите Нет, наверное, не видите Кошки Вы пришли беситься, да? Ну, хорошо Так и быть В общем-то На удивление Кошка не бесится На удивление Мне пока сольное творчество Парни из BTS Соходит гораздо больше Чем последние камбэки BTS В принципе Что Шуга Что Джей Холп Что Чимин Ну, на самом деле Не только они Как-то, наверное, правильное решение Остановить групповые активности И заняться сольной карьерой Как-то у них получается По-моему, больше реализоваться Пока что сольно Чем в рамках группы Молодцы В принципе, правильно Я думаю, фанты довольны Они вместо условно говоря Там 1-2 песен Получают там 10 Потому что парней много И, соответственно, у них активности Сольных суммарно больше Вот, как-то так Ладно, товарищ Напиши, что вы думаете И по этой дудочке Я все-таки, наверное, отреагирую На Set Me Free Часть 2 Потому что Ну, если мне эта песня Вполне себе зашла Не до каких-то чудовищных восторгов Да, чуть не сказал Единственный минус этой песни Наверное Это можно назвать минусом Хотя кто-то скажет, что это плюс У нее нет четко выраженных взлетов в падении Она достаточно ровная Она атмосферная Но для атмосферной песни И, в принципе, для Synth Wave Это нормально абсолютно То есть там не обязательно такое Медельно-медельно-медельно Разгон Бух-бух Дроп Все такое прочее Нет В принципе, здесь может Она вот так вот ровно Плавно течь Немножко повышаясь Понижаясь И это не страшно Это нормально абсолютно Так что, да Это минус такой натяжечки Что может быть даже не минус Может быть даже и плюс Вот Я не до того, чтобы я побегу Ее переслушивать На самом деле, как В своей подборке Synth Wave Я бы ее вполне себе ставил Скажем так Я периодически включаю Слушаю, слушаю, слушаю Может быть, я ее потом Еще больше распробую Так что, кто знает Вот, все Все, всем спасибо Всем пока До новых встреч И поставьте лайк Подпишитесь Нажмите на колокольчик И поддержите меня на бусте Если вам хочется Это вам позволит Делать новые чего Включая заказы реакции Голосования за новые песни И общение в чатике И т.д. и т.п. Все Всем пока Ссылка вот здесь будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому